Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! 1 марта, первый день весны. Поздравляю вас заранее. С 8 марта вы меня три раза поздравили. Вчера день рождения прошел, будем работать. Сегодня сложный день. Надо подвести итоги прошлых трех видео. Если поговорить о новом, я вам обещал, 1 марта я начну высаживать основные томаты. Вот, я приготовил. Второе. Прошлый раз я вам показывал, где-то неделю, чуть больше назад, что я посадил очень интересные импортные F1 баклажаны после большого, более чем пятилетнего перерыва. Вот посадил японский Саката Навал, великолепную Фабину и Фараму F1 французскую серию. Сухие семена, никакой барботации, ничего. Я их посадил сразу в грунт и покапал, полил, как я вам говорил, своей грибной наливочкой. Ну и поставил в тепло на подогрев сушилку для обуви. Прошла, может, неделя, один день. И вот они взошли. Не все. Вот, садил по пять семечек, пока три-четыре взошли, еще взойдут. Ну, чувствуют в себе великолепно, чтобы баклажаны на пятый день без всяких там манипуляций взошли от наливочки на хороший грунт. Еще раз напомню, самое главное – это грунт. Весь грунт и сегодня – это смесь. Я покупал дорогой профессиональный торф с биогумусом. Один к одному смешивал его со своей землей с грядок и проливал картофельным корейским супом, как я вам показывал. Сегодня буду то же самое садить томаты. Вот у меня перчики. Посмотрите. Идеальный перчик-артист. Прошлый год жена только их и ела. Здесь оставалось пять семечек. У меня посажены и свои. Это я специально купил. У меня знакомые выращивают и привозят в профессиональных теплицах. Это пахнет паприкой. Это не сладкий перец. Это полуострый. Ну, такой вкус, что это чудо. И вот эти перчики – артист. Раз, два, три, четыре, пять штучечек. Взошло и растет великолепно. Как не порадовится. Все то же самое. Хороший грунт. В этот раз я без барботации просто поливал наливочкой на хорошем грунте. В грунт тоже заправлял. Сегодня я подготовил грунт немножко по-другому. Сразу скажу. Я вам показывал, как я 24 часа, а потом 48 часов барботировал. И не барботировал, а просто по корейскому картофельному супу в одном и том же люцерновом отваре смотрел, как размножаются бактерии. Прошлый раз я вам показал видео, где огромное число немножко отличающихся бактерий и в картофельном супе, и в аэрации воздухом, обычно аквариумным компрессором. Сколько там наросло. Прошло 48 часов. Это было позавчера. Я еще раз достал, капнул каплю и сегодня в конце нашего ролика выложу, посмотрите. Я сделал одно. Вот у меня земля, в которой были через мясорубку прокручены корни овса на биогумусе. Я его разбавил и сделал контроль. Свеженький. Размешал и размешал. Также разбавил, если раньше на 5 литров, здесь, естественно, взял меньше и жидкости меньше. Также капну каплю. Посмотрите первое видео. Там очень мало живых существ. А через 48 часов первое я покажу акаче и последнее картофельный суп. там такое творится. Но уже состав коком меньше, амеб, инфузорий и нематод плавает больше. Если раньше я просто снимал монитор, то сейчас научился, вставил CD-карту в микроскоп, там можно, и сделал минутную, полутора, двухминутную запись, как через 48 часов все плавает, все живет, все пышет, в миллиард раз возрастает и меняется каждый день. Затем все эти остатки я слил, разбавил 3-4 раза и суп, и акачи, и быстро вместе с женой полили около 50 горшков с цветами. Вот у меня кактусы, и там были орхидеи, и такие кактусы, и все, все это пролито, и всякие, на всех окнах, у меня много окон, горшечных цветы, пролил, пусть оно живет там. Но самое главное, у меня стояло два ведра земли, грунт вместе с торфом, и остатки и того, и того, и акачи, вот, позавчера пролило, сегодня землю, землю пахнет весной. Послушайте, пролил два дня назад картофельным супом, если до этого она пахла торфом, то сейчас пахнет актинамицетами, все там бурно размножается. Мне говорят, не вдыхай, почву надо весной вдыхать, все, что все сопрофиты в почве, если почва богатая, я как врач, как инфекционист, кандидат наук вам заявляю, мне пишут, вы не боитесь играться с почвой, моя почва целебная, на ней я выращиваю райские яблоки, райские томаты, райские баклажаны, там все правильно, там нет патогенов, не может быть патогенов, чем больше я вдыхаю и триходермы, и всего, но там ее очень мало, там на одну триходерму миллионы других полезных почвенных сапрофитов, не может быть патогенов почвы, вы видели в чае, там размножаются только сапрофиты, в Акаче одни правильные аэробы, в картофельном супе больше бацилл, может там и лактобактерии, кстати, там немножко оставалось, сегодня четвертый день понюхал, пахнет квашеной капустой, все там уже переквасилось, поэтому, если вы в тепле делаете капрутофельный суп, пузырьки идут сутки двое, больше не надо, там максимум на третий день, там уже все меняется, все полезное пропадает, это можно делать амебные Акачена тоже с аэрацией, чтобы там не было гибели от уксусно-кислых всяких и прочих бактерий, но это посмотрите в конце, дождитесь, а сегодня поговорим, итак, я вам показал, что очки одену, я думаю, что я F1 перец артист, жена сказала, поменьше высажи всяких перцев, побольше высажи вот этого длинненького, это знакомый мне подарил, он выращивает профессионально в теплице, плотненький, свеженький, на рынке, я не знаю, он очень дорого стоит, к праздникам, к 8 марта можно. сегодня, что я буду делать, я вам обещал, я буду садить сокатовские томаты, если раньше я садил, один раз замачивал семена в алое, второй раз я садил, замачивал семена в наливочке грибной, кто новенький, смотрите про наливочку, отлистайте 2-3 раза, это интересно, вон она как растет, ну как это баклажаны, которые должны зайти не через 10, а то и 20, вот сегодня какой, ну 7-й, может 8-й, или я уже со счета, взошли они все на пятый день, сухие семена баклажанчиков, я показал, вот лучшие баклажаны, а там не буду показывать, я садил перцы, вам раньше показывал, тоже взошли и найс соката, и фас соката, и бест соката, и фест соката, все соката, и все зашли по 3-4 перчика, на днях я посажу, хватит мне вот этих F1 гибридов, у меня много иранских крупных огромных перцев, прошлый год я собирал свои семена, садил, чудо, они вырастали огромные, F1, если я посадил и из 10 там самые маленькие, самые выскочки отбратовал, оставил самое хорошее, перцы с покупных, вот этот тоже все-таки соберу, он F1, но у меня, ну, может, из этого артиста буду собирать осенью, но пока попробую этот посадить, потому что хорошая сорта, с хорошим фотосинтезом, на хорошем биогумусе, с хорошими натуральными подкормками, идеально, а сегодня совершенно новый эксперимент, торф я прорвил картофельным супом, Акаче, который 48 часов барботировался, еще 3 дня он стоял, а теперь я взял Эгби-1, почитайте, Эгби-1 и Эгби-2, это для стимуляции корневой системы, вот я при вас беру 100 грамм воды, открывая Эгби-2, раз, два, три, четыре, 10 капель капая, и Эгби-1, в основном актиномицеты, тоже 10 капель капну, что у меня здесь есть, Соката, 600, первый попался, потом я покажу все, сейчас по-быстрому, 666, я беру, высыпаю, здесь 5 семян, и пальчиком на глубину, раз, два, три, четыре, думал, нет, где-то потерялось, вот она, пятая семечка, синенькая, обработанная, японцы делают хорошо, и набираю, раствор Эгби, слышно, раствор Эгби, проливаю, и подписываю, на глубину, где-то полсантиметра, потом может быть снегом, понятно, каждый раз первого сейчас марта, еще раз поздравляю вас с 8 марта, вы меня по 10 раз поздравляли, вот, посмотрим, я сегодня посажу много сортов, ну давайте все-таки перечислим, вот эксперимент, пошел вчера в магазин, ой, не вчера, на той неделе в магазин, купил голландский сорт томаты F1 черри метро, и пошел к знакомому фермеру, который держит магазин, и у него около сотни увлекается партнер, говорю, самый модный, самый новый черри, чтоб вкуснее не было, первый раз привез, сколько стоит 270 рублей, томат, пушка, 5 семечек, я их на днях посадил, метро начали сходить, пушка, посадил неделю назад, вот они порваны, это для контроля, самый лучший партнеровский и стандартный ранний метро, прошлый год у меня три черри метро росло, они раньше всех начали плодоносить, из трех кустов по 2,5 метра все росли, росли, первый я снял в конце мая, можете посмотреть, отмотать в майские мои, начало июня по теплице делал экскурсии и даже с них пасеньки до конца сентября в открытом грунте этот метро у меня рос, а сейчас попробую японский, еще раз напомню, вот у меня тмак 666 и тмая 683 я этот садил уже пятый год лучше из детерминантных очень крупных по 200 грамм сверхурожайных и в теплице и потом пасеньки в открытом грунте ну чудо посажу здесь у меня сейчас закончу с вами и буду все подряд садить подписывать чтобы не запутаться затем посажу также Пабло это тоже детерминантный Pink Price по-моему среднерайонный а это пошли уже высокорослые Pink Paradise Сокатовский вот у меня два пакетика и Pink Rise а это пошли сливки Диаболик Сокатовский затем Pink Bush великолепный крупный сорт Pink Pioneer не крупные но идеального качества Сокатовские томаты прошлый год у меня были Линда вот неоткрытая Линда великолепный сорт Белороса Сокатовский два пакетика один открыт посмотрю по 5 семечек посажу то есть в основном будут Сокатовские сорта Итак мысль понятна очень было много вопросов как садить я сажу по-разному дальше буду семена барботировать особенно лук морковку на этом я в принципе посадки 1 марта для теплиц закончу может быть там еще кое-какие есть у меня голландские сорта если больше 40 кустиков мне в этот раз не надо у меня еще в подвале штук 50 пол-литровых баночек томатного соку томатной пасты и черри в баночке осталось хватит еще и гурчики не съедены в этот год столько заморозил цветной капусты и брокколи и кабачков ясмин что в принципе хватит ну на этом основные мысли закончу и так надо экспериментировать вот я с вами показывал как я высажу и всегда что-то делал по-новому и в принципе все равно вырастало потому что почва у меня пролита непокупной триходермой зачем вы видели если я выращу овес плюю ее смесью вот этой наливочки и потом размножу часть картофельном супе и часть в АКЧ двое суток больше не надо и пролью почву весной не надо вам триходерма не надо микориза потом можно будет работать как я прошлый раз говорил и с микоризой и покупной и лесной будет весна что-то будем делать новое будет большие посадки свеклы моркови там проще насыпать баночку АКЧ пробарботировать можно ну Эгби понимаете я когда посмотрел на микроскопе сколько там нарастает кстати я как-то опыт тоже поставлю на днях на обычном картофельном супе попробую как размножается два вида Эгби с аэрацией без аэрации вырастет там что-то или нет ну не важно сейчас я это делаю здесь метаболиты есть сто процентов какие-то два три пять видов как записано спор и бацилла различных ризосферных бактерий есть это работает это маленькая упаковка пипитерской фирмы это небольшие объемы они для для своих делают немножко продают ну спасибо за внимание сейчас смотрите дальше очень интересное видео в заключение все-таки выложу интересное видео в этих самых инфузорий много видов и есть хищные инфузории есть обычные и снять как хищная амеба убивает поражает обычную амебу это незабываемое в природе идет борьба и симбиоз в природе столько много это амебы с аквариума это интересно так что я имею микроскоп по которому не обязательно заниматься сложными вещами но хотя бы посмотреть во сколько раз нарастает и так как у меня везде и через 24 часа и через 48 особенно когда смотрел в окуляр там и амеб много и самое главное проскакивают огромные нематоды а это главное ну вот еще раз последнюю мысль закончу это даже перепелица говорил в мире очень много опытов если если почву обрабатывать после посадки бактериальным АКЧ урожай возрастает ну процентов на 30 даже на 50 если обрабатывать и бактериальным и грибным и грибным 50 на 50 возрастает на 70 и более процентов но если в вашем АКЧ или в супе или как я говорил есть я умею делать простой АКЧ бактериальный АКЧ грибной АКЧ и АКЧ с простейших если вы поливаете еще и простейших то возрастает на 200 300 процентов то есть почву нужно или каждый раз или через раз или вместе вносить дополнительно на 100 процентов а на 300 если после этих всех ваших обработок вы еще внесли силос по японскому методу как у меня сейчас набирает обороты то есть сквашиваете сорняки или как я говорил навоз с проростками овса и разбрасываете в кучки туда быстро сбегаются со всей круги черви если в почве у вас вы смогли своими наливочками своими поливочками своим супчиком увеличить поливать бактериями грибами сапрофитами а не таковой триходермой затем простейшими всех видов особенно амебами потом подкармливает грибов в смысле чтобы разные виды червей и красных и выползков было у вас урожай всегда у всех повышается на 300 процентов и особенно это бывает если в такой почве любое опрыскивание сывороткой с микроэлементами дает такой фотосинтез такой симбиоз так это все переплетается что вы не узнаете я это умею делать раньше я только пробовал в этом году это буду делать и смотреть сколько у меня на сорняках в резосфере гранул а это показатель количества микоризы как у меня реагирует на подкормку сывороткой с микроэлементом утром и вечером брикс это показатель что все хорошо растения хотят загонять в почву сахара чтобы тут же увеличивать количество сахаров в листве в разы и пища у вас будет целебной мне говорят вот это вы все вдыхаете чем больше я вдыхаю почвенных сапрофитов тем лучше у меня микробиом и больше здоровья и я молодею свои 76 лет и мозги самое главное у меня не отключаются работают продолжение будет смотрите продолжим опыты с АКЧ и картофельным бульоном вчера я смотрел под микроскопом через 24 часа АКЧ и картофельный бульон сегодня мне попросили посмотреть еще раз вот я взял каплю отсюда капнул на покровное стекло потом в другой раз взял АКЧ капнул также на покровное стекло в смысле покровным накрыл а здесь вот это проростки овса вот этот весь пакет я его смолол и размешал в 5 литрах воды здесь 2,5 и там 2,5 а сегодня я взял на 100 грамм естественно в 50 раз меньше кусочек земли и вот размешал и тоже капну на покровное стекло и сделаю контроль сколько в этой земле попадет различных бактерий потом посмотрим сколько здесь и сравним с прошлым видео и здесь через 48 24 и 0 часов и посмотрим как у нас лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать посмотрим и здесь Продолжение следует... 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 Продолжение следует...